Всем привет! Я хочу рассказать продолжение истории с наборчиком Yes to Carrot. Я после работы взяла его и поехала в Литуаль. Я бы этого не сделала, если бы многочисленные зрители моего первого вчерашнего видео не написали о том, что надо это дело довести до конца, поехать и вернуть набор. Я приехала, деньги мне отдать никто не предложил, но дело было так. Значит, сразу спросили первым делом, есть ли у меня чек. Без чека вообще бы меня даже слушать не стали. Но хорошо, что я чек сохранила. Это, кстати, стала полезной привычкой, тоже после нескольких ситуаций я стала все чеки вместе со сдачей класс в кошелек. И периодически, где-то в конце недели я его просматривала и ненужные чеки выбрасывала. Так вот, я приехала, достала кремик, показала его и позвали у старшего продавца или вот какое-то такое ответственное лицо. Девушка пошла и просмотрела другие наборчики. Я, кстати, в это время подошла и за спиной у нее выглядывала. У некоторых наборов также были засохшие верхушки в кремах, причем и у масок были, и даже были у таких кремиков, у которых явно было видно, что их как бы никто не трогал руками. То есть у них была идеальная ровная поверхность и сверху такая засохшая корочка. Она была по цвету темнее, чем остальное, там что-то вот глубже или там по бокам. Но факт тот, что в некоторых местах вот так вот она подсохла была и вот темнее. Так прям видно было, что она так схватилась с калачом. И у меня вот этот вот кремик поменяли. Один крем, то есть не целый набор, а после того, как просмотрели все, то есть увидели, что у других средств тоже есть такие проблемы, видимо, поверили и обменяли. Вот. Ну, что могу вот показать? Вот вот этот кремик. Вот так. Тот был даже не полный. Не знаю, то есть я когда у вчерашнего крема достала верхушку, вместе с верхушкой... Коробочка упала. Вместе с верхушкой достался и засохший крем. То есть вот его было, наверное, раза в два меньше. Здесь, конечно, он полный и приятно. Кстати, может кто-то попробовал, кто-то фиг его знает. Потому что его явно меньше было. Вот помню, прямо так прилично такие котлованы были. И еще что заметила, что у некоторых кремиков очень легко доставался вот эта вот такая штучка, как эта крышка. А у некоторых, которые были хорошие, прям с трудом. То есть вот, видимо, что их еще никто не открывал, либо очень плотно закрывали после того, как посмотрели, и они все были хорошие. Там же, где прям легко крышечка открывалась, там у всех было присохшее. Вот так. То есть, видимо, кто-то то ли смотрел уже, то ли еще что-то, я не знаю. То ли при транспортировке, может, она нагревалась как-то. Понятия не имею. И что еще могу отметить странно, то что, во-первых, что я еще обнаружила сейчас, это то, что здесь вот этот срок годности, да, или туалевский, ему верить нельзя. Потому что на той же маске я обнаружила срок годности, допустим, до февраля 2012 года. А здесь у нас указан до первого месяца 2013 года. То есть, фактически на год целый летуаль больше срок годности прилепил. Здесь вообще я не нашла срок годности, но что-то наподобие ряд цифр выбил, и в конце написано 220610. То есть, я думала, что это просроченный продукт, потому что если в одном наборе несколько продуктов, то у них у всех должна быть либо дата производства указана, либо дата окончания срока годности. И не думала, что здесь, получается, 12-й год, дата окончания срока годности, а тут дата производства. Но этот маргумент никто не послушал, то есть, вот эту умывалку мне не заменили. И здесь 10-й год. Будем надеяться, что это все-таки дата производства, а не дата окончания срока годности. А вот в этом креме, Е100КРС дневной крем, вообще нету никакого срока годности. То есть, вообще ничего похожего ни на дату, ни на что, вообще нет, отсутствует. Напрочь, ни на крышке, то есть, тут вот так сбоку, здесь крышка абсолютно чистая, на дне какой-то код написан, и все. Вот такие дела. Но я все равно рада, что я поехала, мне поменяли на нормальный кремик. Буду пользоваться с удовольствием, но впредь буду сама и тоже всем советую обязательно. Такие продукты проверять. Вот, то есть, открутить и посмотреть хотя бы внешний слой. Ну и лучше еще проверить срок годности, причем каждого из маленьких составляющих набора. Потому что, как я убедилась, ритуаль может абсолютно без зрения совести на целый год накрутить срок годности. Вот такие дела. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok